Итак, друзья, я вновь всех приветствую, с вами Слэм, студия Киберарена ТВ, мы с вами сейчас будем смотреть матч Израиль против Альтернэйт, пока что подписываемся на паблик снизу и там будут, там будет раздаваться ключ по частям, последний, который остался целый час, за целый час мы раздали примерно где-то 5 ключей, 4 уж точно, я уже сбился со счёту, потому что дикий ажиотаж и всё повисло, интернеты висят. Ну, у нас уже на сервере находятся игроки Альтернэйт Атакс, игроки команды Израиль, я предлагаю переключиться прямиком просто туда, они уже вовсю разминаются, готовы друг друга карать, казнить, последнее приготовление этой громкости, ну и всё вроде бы окей, как будет складываться ситуация пока непонятно, но после ножей станет ясно. Вообще Израиль сыграли очень хорошо с командой Киршнет, как бы они дошли до ещё 15-15, но я скажу вам так, друзья, вот то, что вытворял Блэйд, я просто стоял за спинами весь этот матч, включая Блэйд и Бондик играли в Киберспорт-арене, такого я давно не видел от Блэйда, в атаке он просто казнил, при том, что если реально слушать, как человек координирует и смотреть при этом на то, что происходит, там, по-моему, был идеальный вариант. Идеальный вариант. Это в пользу Альтернет была, но ставки, ставки показывали очень-очень большую разницу, и все были уверены в израильтянах, то есть Израиль, израильтяне из Дании, скажем так. Кто не помнит, почему датская команда Википедия называется Израиль, вкратце скажу следующее. Организация Израиля с титульным спонсором MSI, тут, кстати, колонна остался один, вот давай, 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 фазумчик с ножа, хорош, просто колонн сносит на ножах, ладно, продолжу историю. Израильская организация предложила датскому перспективному составу 10 тысяч долларов за переход в клуб Израиль киберспортивный, и также предложила им продолжить сотрудничество, то есть платить зарплату. Теперь у ребят есть условия, все, что требуется на данном этапе их сотрудничества с этой организацией, это победы, 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 еще раз, победы, какой-то результат. Ну и, естественно, наверное, немножко пиара самих себя, ну и организации, конечно. Но я бы вообще посоветовал организации просто сделать тридтрейнг, если они решили выходить на европейский уровень, у них достаточно длительные контракты с MSI, с спонсорами, если они вообще есть, им это, по-моему, будет необходимо. Просто я представляю, вот, например, выходит, скажем, контр-страйк Global Offensive, да, появляется в России три команды, которые в этот Global Offensive крепко жарят, и, представляете, они предложат какой-нибудь русской команде... Ну, представляете, как бы название команды Израиль с русским флагом будет выглядеть вообще мега-жестко, с датским-то уже некуда. Ну, наше дело, конечно, не сверх критиковать, но ребрендинга ждем, требуем. Ну что, атакс готовый, я готов, готовый Израиль, я жду последних сообщений, когда мне Дэниэль напишет. Кстати, первая половина будет играться на одном сервере, а вторая половина на другом, поэтому у нас будет перерыв где-то в 5 минут между половинами. Они сошлись просто по пингу, давайте посмотрим score, и видим здесь, что у интернета это, кстати, 30 апрекс, ну, слушайте, тут нормально, но разница в том, что тут есть вот трабли, например, это пинг 40, то есть это жестко. У датчан хорошо, значит, потом будут на минус датчан играть. Ну что, боевые рестарты! Ну, пинг-то нормальный, да, мы сейчас посмотрели, пинг нормальный, но тема в том, что написал мне до этого судья этого турнира, зовут его Дэниэль, как я уже говорил, сам он из Сербии, написал он мне следующее. Братик, первый хеллф будет на DSREC сервере, второй на FSHOS D, и потому там будет 5 паузы минуты на НТ. В общем, вкратце, да? Ну, все поняли, как бы, да? Нравится чуваку Google Translate, что поделать? Пока что трабли! Поджим! Ну, давайте посмотрим на немцев, как они играли, трабли поджимал, сейчас у нас, как видим, низ коридор, в итоге минус аккордеон. За скрип открыться не получится, в этот момент Романер и его друзья проходят, закрепляются на втором квадрате, получают полный пакет информации, готовы уже 4... Ой-ой-ой, сейчас будет выбивание просто, 4 в 4, атаки здесь открываться не рекомендуется, Кэпио в этот момент проходит спину, атака проходит, разворачивается один из игроков. Ох, как Кэпио выходит сладко, минус 1, граната от кикса, минус колон, туркиш коридоры, все-таки решили идти под коридором, продолжали свои действия до последнего, атака здесь, как видим, отзбиваются, 1-0, и у меня статистика, походу, не записалась до первого раунда, забыл я нажатие в 10, но... Ну, там всего, что было, что было, давайте посмотрим, просто, чтобы потом плюсовать, как бы здесь минус 3, минус 2 от Романер, остальные игроки по минусу дали, и никто из датчан не убыл, так что мы здесь, в принципе, ничего не поломали никому, все будет более-менее нормально. Сейчас, наверное, футболисты футбольного клуба Бавария с немецким гражданством сидят и тусуются, смотрят за этой встречей, шучу, конечно. Красивый был финал Лиги Чемпионов, что поделать, вот... Глад до сих пор, например, наверное, не отошел от него. Так, здесь готовится пуш-мидл, давайте смотреть за Романом, он у нас здесь, в принципе, главный принимающий, да, он увидел руку, пошла ХАЕ, слышит много топотами, у нас от Ардиона, зажим от Романа, не, ну, такого надо разменивать сразу, но вот при попытке дать размен он пострадал, 42 хп осталось, колон дальше не пошел, 3-2, попытка удержать позиции, вот этот матшид, и, конечно, да, вот такой колонозавр может давать, и... Серьезно, колонны, конечно, вытворил, вытворил билоб, здесь очень-очень жестко, ну, я просто добираю этого последнего на катах, 2-0, друзья, в пользу атакс, 2-0. Давайте смотреть дальше за происходящим. Сейчас посмотрим, как Израиль сыграют. Ну, деглы купили, конечно, денег нет, бомбу не ставили, еще один плановый эко просто будет. Также напомню вам, что общение проходит в чате Киберарена ТВ в группе, в стиме Киберарена ТВ, и, думаю, вы не промахнетесь, там обсуждается трансляция, обсуждается происходящее в игре. Ну, а мы просто смотрим за эко-раундом от Датчан, сейчас будет там, наверное, сбор халявы какой-нибудь группы. А, там никого нет, там только Тиксы на дале остался, там Сепрекс еще к дуге, вот, нам нужен Тиксы просто срочно. И, как видим, он здесь справляется, Романер, Эпрекс, да, все собрали, все попались, и в итоге без потерь, слава богу, сыграли немцы, для них это вообще огромный бонус, им здесь нельзя проигрывать, ну, никак, ну, никак нельзя им здесь отдаваться, проигрывать и все такое, надо здесь брать раунды. Израиль просто опасный на тускане, но без везения, конечно, они бы Керчей не обыграли, вы бы, наверное, если вы смотрели стримстава и как бы Тавк комментировал эту игру, либо смотрели демку, то, пожалуйста, посмотрите этот момент 1 в 4, когда Керчь просто не смогли убить чувака, который контролит бомбу, особенно на каком морозе там проходили. Из-за чего это произошло, парни просто даже не стали потом спорить, потому что ситуация действительно глупая. Итак, давайте смотреть, готовится атака, уже центр, Туркиш зашел, его бреет Романер, катыш что-то задержались немного, съели гранату, но медла будет проходить в медленном стиле, опять, кстати, укрепление, а, вот, что интересно здесь, Кэпио прием из-за ящика сейчас даст, так, на верхняя флешка, на упор, в итоге выход никого нет, попытки догнать коты, какая ошибка в игре от Кэпио, открывает значительное преимущество соперника, сразу получает в голову, Романер также играет на чек, дает флеш, снова открывается, но все, с котов уже все убежали, Аккордеон отходит с ним в компании его друг Ксарекс, Ксирекс, что-то такое, ну и Крейси остался один стоять по центру, в итоге отошел на второй, примечательно, посмотрите, просто такой атаки на катак с разменом, да, мы не увидели здесь никакого поджима с Б, вот она, дисциплина немцев, вот, капитан сказал, стоим, значит, стоим, и стоим до конца раунда, требли за Аркадий Коридор, ну, в случае, если в обходную пойдут на, но здесь больше прямолинейных действий мы сейчас увидим, посмотрим, как Эпроска разыграет, тем временем дуга проходит, здесь, как видим, выход под люльку, Эпросу уже, кстати, не уйти, все, он уже понимает, что это выход стопудовый просто на Б, он слышит плент, пытается отстрелиться, Гипп будет разыгрывать с балкона, сейчас самое главное не дать занять какие-то ключевые позиции, и, как видим, да, ушел игрок у нас с линка, пошел на мидл, справляется с Тробли тем временем, ну, а здесь уже на Б, в принципе, вся тусовка датская образовалась автоматом, пошел размен, тексты минус, колон, дает фраг, ну и трифты, заходит Эпрос, пока удачно с туалет действует, но палатку не видит, в итоге два в одного, Тробли Лаз, 31 ТП, но он здесь уже никак не котируется, потому что, во-первых, опоздал, во-вторых, его очень-очень хорошо на центре отвлекли. Три-один, с первым девайсным раундом все-таки Израиль выигрывает, все-таки Израиль выигрывает этот раунд, это огромный бонус для них, но экономику пока они, конечно, не подпортили атаксам, но одному-двум игрокам точно, давайте посмотрим на расположение атаки сейчас, от Израиль, что придумают, что же придумают эти грандиозные ребята, эти датские евреи, как их называют сейчас в русском комьюнити, вот непонятно, почему у нас Трейс к Рейссити прописался, что же это значит, пока что не ясно, но в итоге мы видим инус от колона, прорыв Зига, Трейс чекал, чекает в этот момент просто аркаду в спину, ее нету, кстати, вот очень позднее выжидание было от Трейса, но его все равно оставляют замыкать, и Тикс, если сейчас не примет на свою пользу, нет, не принимает он Б в свою пользу, здесь выходит аркада из трех человек, это сейф, это сейф от немцев, здесь не имеет смысла ломиться никуда, максимум, что они могут сделать, это удержать Альфу, Альфу А, плент, хоть как-то, либо занять Рейс более-менее удобно, чтобы в перекрестном огне пытаться принимать отходящих игроков атаки с Б, ну вот тут, ой, какая ошибка от Кайпио, ну вы видели, что произошло, он вышел, чекнул, стоит спиной, отошел, не стал стрелять, открылся снова, он просто сам, походу, удивился, что чувак идет на него спиной, а там уже просто в щи с вертушки, и все. Ну, Челевестер колония тем временем изучает здесь аплент, вовсю дает прострелы, куда же там, кстати, убежал Трабли, пока не ясно. А, Трабли вообще тоже к респу убежал, они, значит, вместе с Ромашкой здесь контролируют ситуацию, минус трейс, никак он не нашел здесь свой бонус, бывает, ну и два-три, еще один раунд от Израиль, сейф от немцев, минус деньги, минус деньги, ну с оставшимися девайсами сейчас посмотрим, как разыграют. Просто пока действительно непонятно, что же здесь может произойти? Так, Эпрок, Страбли, Тиксет Сендер, Кэпио, открывается клип, спускается, Роман Артуга, но опять с линком играют немцы, понимают, что все, нужно агрессия, а вот в этот момент датчане действуют очень-очень четко, они занимают весь второй квадрат, совершенно спокойно дают какие-то прострелы, не ожидая никакой аркады, но шансы есть здесь зааркадить, но я думаю, датчане проверят, понимаете, у них чувство тайминга здесь очень-очень хорошее, как видим, Туркиш первый пошел наражен, минус от Туркиша есть, его с дуги не закрыли, ой, батюшки, друзья, такая флэш сейчас есть, она зайдет, да, флэш заходит, Туркиш его жмут с дуги, он еще дает при этом минус, убирает Романа, Трейс должен здесь просто выйти, сейчас быстро-быстро помидло, Кэпио, посмотрите, заходит в спину, Эпрок, Зиг, ситуация просто крайне критичная у немцев, Кэпио пошел обходить в ожидании того, что там будет какой-то жесткий заход, но Трейс в этот момент, выйдя мидл, дал инфу, и Эпрокс теперь уже ни с чем, вот вся перспектива раунда была за Эпроксом, ну и Кэпио, конечно, зайдет сейчас спину на второй, но там уже просто никого не будет, Эпрокс, по-моему, все, он слышал, он дал инфу, что прошли на Аплент, Кэпио с пистолетом, да, до закупа никакого не было, ну и Ксайрекс просто его здесь спокойно дождался, Эпрокс ласт, ну посмотрим на действия немецкого игрока, регуляр сезона, ИПС, он, наверное, уже 150 миллионов лет играет за альтернейт, у них на самом деле, вот мне нравится у немцев, что у них хорошо развитый, хорошо развитый электронный спорт в стране, там контр-страйк на уровне, там действительно людям интересно смотреть, вот кто выиграет, какая-нибудь команда из Берлина или Кёлен потащит сегодня, офигенный прикол, ладно, смотрим дальше, вот главное, чтобы из рельни купили немецкую команду, это, не, это хорош, это очень толсто просто, это одновременно толсто, ну смешно, друг, так, Холан минус Романер, тем временем на Б, забирает Аркаду с Дуги, либо Аркаду с Линка, сейчас мы убедимся, где он все-таки сделал минус, нет, это был не Линк, это была не Дуга, значит он убил Мидл, скорее всего, и потом сместился, так, игра на Дугу, Эпрокс на приеме Б, здесь просто сейчас такая тусовка датская двигается, если они сейчас в ряд пойдут, это будет полный лол, как видим, тут сразу заходят, Эпрокс, ну хорошая реакция, но Декс Айрекса не довел, конечно, позиция была не самая выгодная, для того, чтобы разыгрывать с нее, таким образом, на реакцию, но вот Эпрокс больше игрок с ВП, ему нужен реально Айвекс, Кальтом, это совсем не его тема, Трабли, а Кэпио, как видим, ушел к респауну, сейвить девайс, ну мы посмотрим, наверное, за этим сейвом, просто велик шанс, что может быть еще будет Нинзи Дефьюз, но уже не будет, нет, немцы на это не решатся, опять же, у них в плане вот таких сейф-раундов, тоже проявление дисциплины, очень-очень-очень жесткое, на колонна будем еще смотреть, сейчас в следующем раунде, наверное, сейчас датчане, сколько, они уже сыграли под Б, да, наверное, сейчас с Медлом что-то будут делать, и по-любому там, Сильвестер колонны, попытается отколонизировать, своих оппонентов, ну, я, наверное, думаю, что организация Израэль, сейчас еще просто поставила, дополнительные условия, команде из Дании, если вы выигрываете немцев под этим тегом, вам еще 10 тысяч долларов дадим, вот, эх, не, ну это, действительно жестко, принципиальная борьба, наверное, если еще хозяин организации, какой-нибудь дедушка, такой дедушка еврей, старый, ладно, мы не об этом, Тикса Аркада, Зиг сразу два занимает КТ агрессивно, здесь, как видим, достаточно закрытое нападение, Аркада с Дуги вдвоем, ой-ой-ой, тут могут отпушить очень хорошо, сейчас Турецкого, ну, посмотрим, как разыграет, пока что он играет, в принципе, ориентируясь на мидл, его простреливает, и граната от Эпертса, в принципе, решает, с котов не было открытия никакого, Трейс, по-моему, решил здесь к Тайрексам не отыгрывать второй квадрат, но немцы его тоже отдали, сейчас будет страшка на логичное, а тут на два кота, друзья, вот Кепио плюс его друг, и сейчас это может дело закончиться керосином, потому что, если верить ситуации, как видим, три игрока есть точно на втором, вернее, на котах, и будут выходить, ну, защита здесь должна разыгрывать как минимум в размен, все зависит от того, как сыграет Сильвестер Колония, здесь пока еще точно не ясно, но, сейчас по-любому мы увидим, ну, Колония, сразу терпит, попытка дать второй ноу-зум, нет, там просто Требликарайт, а вот разменный парень ушел, в итоге ошибка опять в немецкой защите, прорывают, совершенно спокойно Кот, Кепио отстреливается от планта, но, 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 есть шанс развернуться, были шансы развернуться и уйти, если бы не Кепио, вот, хорошо, что все-таки ушел, а если бы он разменял, его бы тоже разменяли, так что правильно сыграли на самом деле немцы, этот выпад от атаки на КТ, Колон здесь зажигает, какой жесткий зажим просто, и попадание в голову по Кепио, берет его, и выходит, и тут его просто с двух сторон ждут, 4-4, пока по уровню, но можно сказать, что датчане действуют более, более изысканно, нежели немцы у них, у немцев все-таки больше, ну, похоже их действие на какой-то дефолт, вот, они как играли, знаете, спокойно, ровно, без всяких там, проявлений гибкости в игре, так и продолжают это делать, поэтому, экшен мы, наверное, не увидим, хотя может в атаке проявят гибкость, у них бывают там какие-то нестандартные аркады, нестандартная игра, в принципе, так что Сефрекс, по-моему, пойдет давать ремня парням, потому что они там все к нему, нет, Туркиш сидит опять на чеке, вот Туркиш любит, по-моему, выцеплять аркаду с дуги, аркаду с линка, там еще и с подсадочкой на ящик играет, ой, датчане, конечно же, но все в силах Эпрокса, на самом деле, если сейчас он сможет здесь нормально среагировать на ситуацию, то может даже примет, ну, как видим, Валхак нам здесь ничему не помогает, единственное, что можно сказать, два в квадрате, один в упоре, все есть, и один смотрит дугу, один здесь, ну, короче, сейчас будет выход просто, спрей, и Эпрокс, ой-ой-ой, минус один, минус, ну нет, не минус два, как датчане разыгрывают против этой позиции, ну, там в идеале должен был просто положить двух чуваков, как бы, но вот прострел не зашел, слишком рано отвел мышку, ожидал, он, видимо, ожидал такой стратегии, ближний стрейф, дальний стрейф, как бы, один выходит, он с ним стреляется, и выпрыгивает второй дальше, поэтому, и отошел направо, но не убил, здесь тем временем трейс открывается на катах, под флеш, к Сайрекс бомбой, колон центр, и Туркиш будет заходить в спину к игрокам защиты, скорее всего, у него это получится, но посмотрим, как Требли сыграет с позицией, плюс Роман, так, тиксы минусуют, Туркиш же не дает пройти в спину, отлично Требли знает про коты, и готов во всеоружии просто принимать, но его позицию тоже на чекере, как видим, забрасывает гранатами, стоит за ящиком, ловит гранату, два в три, есть шанс у немцев выбить, колон дал минус, Туркиш Требли, вернее, принимает Сайрекса, колона, ВП, и, ох, тут колончик просто, ну, два в одного колон, не, ну, он тут, друзья, колон, какой прострел в ящик, Роман Эр в спине, бомба ставится колоном, 10 кп, Роман Эр должен здесь его забирать, а колон знает, что он там находится, и в итоге, опс, вышел, ну, едва-едва не выстрелил, Роман Эр удобную позицию очень занял, добил, в итоге, дефьюз бомбы, но с такими, альтернет, это, конечно, берут раунд, но потери, по-моему, у них очень-очень катастрофические, 5-4, один раунд преимущество, колон готов колонизировать дальше, мне кажется, что альтернет будут и в атаке играть, очень, ну, скажем, просто, но это будет работать, скорее всего, у них, как бы, система здесь, в принципе, простая, ладно, давайте смотреть, дальше за встречей, трабли, апрексы, вот как сейчас разыграют немцы, 3А, 2Б, и то 2 слинка, и, ну да, они на выход играют, еще с люки, посмотрите, как принимают, то есть, ждут быстрой атаки, здесь, как видим, был выход на второй квадрат, попытка прострелить Зиг, там куда-то покидали, возможно, флешки, еще что-то, ну, и качать пытается дефенс, но они надеются на то, что они его качают, но вот у немцев, не, они даже не качают, они просто сыграли туда, чтобы отвлечь, выиграть немножко времени, чтобы немцы попытались выйти на коты, сейчас все открыться, ой, здесь на самом деле, чтение от датчан хорошее, они знали, что немцы пойдут туда, но вот смотрите, атаки на Б нету, в итоге, меняют позиции немцы, на более, на более дальние, чтобы была хотя бы какая-то дистанция в стрельбе, и немцы пытаются проявить гибкость, Кепи играет в аркаду, по-моему, это будет просто минус от Кепи, о да, на центре он выцепляет туркиша, его уже должен здесь ждать Сильвестра Колоне, ну вот он увидел еще двух игроков на катак, все выходить уже бессмысленно, прошли прострелы двери, разворачиваться, в принципе, еще не поздно, но датчане будут стоять, видимо, на своем, и стоять на своем очень твердо, открывается Кордион, дает первый фраг, Сильвестра Колона ждет вдалек, Аркаш тем временем просто дает минус 2, но это герои мачо против Керочной, это 1 в 4 на бомбе, и численное преимущество за датчанами, благодаря Кордиону, он дает продолжать давать прострелы, там, наверное, уже немцы поджали, да? Нет, немцы будут убивать до последнего, пойдут к эпе, упор, Колон минус 2, ну, без удивлений, Колон минус 2, ну, понеслась просто у него, Эпрок спрей минус 2, ну и Колон минус 3, наверное, сейчас даст в идеале, да, слушать, с респа попадает по Эпроксу, тут, ой-ой-ой, колончик, ну, минус 3 от Колона, минус 2 от Аккордиона, открытый аплент, немцы потерялись, 5-5, по-моему, стиле Градачан, здесь максимально неудобен для немцев, идут, конечно, они один в один по раундам, но чувствуется, что вот у команды из Дании есть такие, как Колон парни, способные выстреливать, ну, Колон это, наверное, за последние 10 лет по Унтерстрайке самый обсуждаемый игрок нашего времени, слава у парня немерено, в том числе и дурной, но сейчас у него есть реально возможность реабилитироваться перед болельщиками, но я реально не думаю, что какой-нибудь Трейс стал бы играть с каким-нибудь Колоном, который совершенно, если бы он на лане не мог того же, что в онлане, с ним просто никто не стал тусоваться. Ну что, здесь ЭК от немцев, и это будет поджим Коты, опять же, все на Колон, на Колон ждет, турки же помогают, ну, не хотят на Колон идти. Такой а-ля поинбланк сел за ящик. Аккордеон открыл, тем временем, у нас как-то Дима, спокойный выход, минус Аптрейса, ну, и минус 2 Аптрейса последние, Капиотикс отдаются с мидла и котов. 6-5 раунд преимущества выигрывают себе датчане, дальше пойдет, дальше пойдет Эксен. Тем временем, Россия тащит, друзья, 2-1. Итак, пошел байт немцев. В самом деле, вот альтернеты броса 2007 года были очень перспективные. Конечно, к сожалению, если бы вот Маус спор с ним случилась, трагедия, то, наверное, немецкий контр-страйк сейчас был бы на мировом уровне в лице Маус намного выше, чем они пытались сделать, давали парням шанс. Ладно, здесь пошел поджим Дуги, сразу агрессивная игра, Аккордион уже прошел этот момент в линк, сейчас будет размена, скорее всего, от Ксайрекс, он первый пойдет, граната в упор, тиксы минус Аккордион, и Ксайрекс кинул, кинул гранату на Дугу, ждет занятия Линка, занятия Линка нету, пошел все-таки выход здесь Дуги, и минус Ксайрекс сразу, пуш от Эпрокса, 90 КП, АВП от Колона, ну и Сильвестер Колони здесь не подкачивает, опять 25. Сбрал Аркадника, но остались как бы вдвоем, параллельно этому трейсу не удалось открыться. На Котах уже играли, кстати, такой раунд Дачане, когда закрепляются втроем на Зиге плюс Дуга вместе с Бомбой, и один игрок этот трейс всегда заходил в спину с Котов, ну, либо выжидал Аркады. Сейчас Колом попытается сыграть с Медлом, пока, конечно, здесь тяжело принимать решение, потому что нет информации у Дачан никакой, кроме того, что на Котах, возможно, Аркада, возможно, выпад Медл. Вот как он это заметил? Вот как он заметил там эту гребаную руку? Я на него в шоке. У него глаза, у него зрение вообще не садится, походу. Или он в очках, в этих Гунарах играет? Ладно, тут выход КТ, а там был поджим, в итоге нет, но человек играет Тробли, флэш, и давайте смотреть. Вот сейчас Колома по центру явно не хватает, там уже пошел выход, пытаются наработать контакт Дачане. Тробли, конечно, здесь скромнейший, это не открывается. С Мамасом ждет выхода за ящик, все-таки дождался, и Спрей, Колом, минус, и это минус Колом. По-моему, быстро, да. Кепи его все-таки добивает, и не отпускает обратно уйти с ВП. 6-6. Опять идут один в один, альтернет, правда, в роли догоняющих, но есть шанс сейчас перегнать. Сейчас есть шанс перегнать. Колом Ванга. Да он не Ванга, просто... В том моменте, там как бы рука вообще-то чуть-чуть, вот прямо с самой микропиксель вылезла. Я просто внимательно всегда смотрю за Колом и пытаюсь понять, куда он смотрит, но он среагировал вообще жестко. Я прям думаю, что через просто 4 месяца Колома будет молиться. Так, тут посмотрите, как играют немцы два игрока, вот-вот она пошла, ошибка в дефенсе. Ну как ошибка, они могут зайти потом в спину, но я думаю, они успе... Успе... Нет, все, они уже не успевают выйти со скрипа, нормально, здесь плент пустой. Инфа для Трейса, конечно, он здесь, как видим, встает в упор и будет ждать вот тех вот двух клиентов, которые ждут сами, на самом деле, информации. Просто пока не ясно. Оп-оп-оп, дым ложится и все уже более-менее нормально. Скрип открывается, пошел на шифт трейсов. Кстати, не попасть... Ох, трейс! Сразу ловит от Трабли, туркиш плент, давайте смотреть. Нужна граната, тут под флешминг со скрипа продолжается. Еще одна флешка, пошел врыв от Тикса, минус колон. Забирает Тикса сразу по размену. 2 в 3 в меньшинстве немцы, Акоргион центр, Ксарикс уже здесь разбирается ситуация, играется Кэпио, но слишком много игроков атаки в живых осталось, чтобы что-то попытаться предпринять. Благо, что колонас брили 7-6, еще и бомба почти до конца дошла. Опять на коне датчане, снова у них раунд преимущества. Зюпикс. Сарикс это Зюпикс, спасибо большое. Никак не знал. Надо будет у этого парня просто взять интервью, не знаю, вот напишу ему сегодня в скайпе, попытаюсь найти его скайп, узнать, почему у него такой ник. Так, ну тут вот не прошло и 20 секунд, колон опять начинает агриться, причем жестко. Ну посмотрите, вот он тут просто, да, его тут, конечно, застали врасплох, значит, гранату, чуть-чуть не убили колона. Сейчас у немцев просто была операция, походу, убить колону. Давайте посмотрим на Кэпио, может быть, нам повезет, и мы увидим от него минус 4 с диплом. Ну минус 2 пули с дегла он сделал. 6-8, хлеба просим, говорят немцы. Ну на 9-6 выйдут, к дефолту подходят к своему по счету. Как бы 6 раундов в защите, ну сомнительно, сомнительно, мне кажется, дочтане, конечно, в защите покрепче будут, может быть, а может быть, немцы будут в атаке совершенно безумны. Но опять же, первая половина, это такой момент. Ну еще, кстати, по пингу, если верить тому, что мне написали, может, кстати, пинг-то и хороший, парней, но коннект реально до серверов ужасный. Ну пошли навстречу. Будет на разных серверах играться половины. Так что будет пятиминутный перерыв между ними. Хотя, в принципе, оно так должно быть. Так, ну что, здесь на поджим выходят немцы! Ой, ты зюпи! Прыжил! Ну вот, зачем, зачем команде вообще из зданий сейчас брать калаши? Зачем? Вот они выходят на контакт агрессивный, и колон дает два фрага с ВП в упоре. Ну, серьезно. Ну, последний раунд заканчивается, в принципе, логично. 9-6, друзья, первая половина, как бы. Никакого экшена, никакого экстрима мы здесь не увидели. Здесь смена сторон и реченьш сервера, либо все-таки будут продолжать на этом сервере. Пока что ждем. Ждем, как отреагируют на это. Сервак, да, все-таки смена сервера, друзья, но мы будем ждать, когда будет реконект небольшой. В связи с этим 5-минутный перерыв, а я пока что первую часть Dota-ключа выложу. Всего 3 части буду выкладывать. Первую часть я выложу, друзья, прямо на стенку, прямо на стенку в группе ВКонтакте. Вот, кстати, ссылочка на нее. Вот это все идет на запись, это просто жесткий ажиотаж. Появится первая часть ключа, всего из 3-х частей состоит ключ от Dota 2 и на сегодня это будет последний ключ. Ну и под конец мы, наверное, вот на каждой игре будем разыгрывать по... Вернее, будем укладывать по одному отрезку ключа. Первый, второй, третий. То есть на этом матче первый пошел. На втором, конечно же, и на последней встрече Керчнет также посмотрим. Ну что, у нас реконект на ХЛТВ на другой сервер, здесь команда уже готова должна быть в принципе к бою. Тот же Тускан. бьюферингейм небольшой будет, потому что на ХЛТВ задержка. Феноменальные способности колонна дают о себе знать. Ну вот если ты с утра проснешься, у тебя в кровати голый колон, то его способности действительно будут феноменальными. Ну, если такого не произойдет, то значит не произойдет. Кстати, еще автопост идет в твиттере с группы, оказывается. Вот поэтому я и создавал блокнот. Что-то меня кольнуло. Ну и ничего страшного. В твиттере кто-то сможет словить так. Бывает по-всякому. Так, ну что, заходят на сервер, как видим, туркиши компании, немцы тоже приспособились к этому достаточно быстро. Слем. Сервер какой сейчас? Что значит какой сервер? Передайте привет в Казахстан. Передал. Дай IP серверам. Ну, да, размечтались. А потом вы зайдете туда с ником воинфромбраблей и устроите атаки. Вы что? Русская комьюнити, друзья, вот реально с кем не общался, все считают русской комьюнити полностью безумным. Большинство, по крайней мере, против игроков. Потому что стоит зайти только на хелтворк и все становится ясно. Такие дела. Лол. Тем временем какой-то датчанин на хелтворке написал, что русский язык не очень. Да, парень, по-моему, сейчас просто свой аккаунт на хелтворке будет удалять. Потому что сейчас накинутся такие же типы и начнется жесткий-жесткий экшен. Итак, возвращаемся мы наконец-то на Тусканчик. Здесь уже походу либо первая пистолетка, либо я в чем-то сильно-сильно ошибаюсь, потому что начали практически сразу же. У нас еще ничего здесь не прогружено. Да, это пистолетка, друзья. Как видим, хелтв, ну, начал работать практически сразу же. Израиль имеет у нас 9 раундов за первый период. Ну, 6 раундов за первую половину от Атакс, конечно же. Играли в защите, теперь игра в нападение. Остается здесь колон, который вообще совершенно на морозе. Просто видели, как убежал от трабли, идет стреляться и ставит хэдшот. 10-6. Лол. Лол. Нам, наверное, на ретрай надо будет сделать, если я не ошибаюсь. Да, давайте сделаем ретрай, потому что если это лайф, то все будет окей. Но все-таки это лайф, я думаю, потому что они начали, скорее всего, сразу же, а у нас буфер пропрыгнул. Ну, мы сейчас перезайдем, и я надеюсь, что все будет окей. Да, все окей. Все окей. Здесь, как видим, 5 на 5, и либо это 10-6, либо я ошибаюсь. Были ли старты? Нет, стартов не было, слава богу. Я-то думал, я-то тут уже снялся, но еще не сел. Эх. Ну, 9-6, так 9-6. Все, я готов. Я готов. Отписываю в скайп, что все огонь, и давайте ждать, когда будут боевые рестарты. По-моему, не особо торопятся здесь рестартами, ребята, хотя в принципе можно было бы уже начать. Колон, будет ли Колон покупать скаут? Такой вопрос. Я не знаю. Колон вообще в принципе может его покупать, но в последнее время я помню, что он скорее со скаутом как бы троллит. Но все видели, наверное, его мувик. На самом деле демки все дал Колон как бы этот мувик. Ну, не знаю. Есть там, конечно, моменты подозрительные, но если честно, я думаю, Колон это мало волнует, что мы о нем думаем. Он просто себе сидит, играет в Counter-Strike, все у него окей. Так, меня, походу, там опять начали спрашивать, рейдили я. Да, 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 да. Так, сейчас. Да, рестарты пошли, друзья, рестарты пошли. Ну и вот она вторая половина долгожданная. Немецкие, немецкая организация, немецкая команда Alternate Attacks против команды из Дании, которая называлась Википедия, вот сныне именуется как Израэль, будет сейчас разыгрывать между собой, в принципе, оставшиеся раунды, которые здесь будут. Ну и моя ставка здесь на Датчан. Я думаю, все-таки они твердо смогут пробить, но если немцы проявят, помимо дисциплины, еще и твердость, то мне, как кажется, все будет окей. Кстати, пошли без дегла, обратите внимание, все пошли без дегла, без Юспа, сейчас в скрипе, если кто-нибудь встанет в скрипе, мы увидим просто ультра-скиллс и... Ой-ой-ой, тут поджим медла, просто от Датчан, Туркиш слышал, Туркиш должен был слышать коты. Ну пробегали же под ними, да, граната дается сразу на выход, попытка приема, здесь уже несколько Юспов, лагает немного ХЛТВ, немцы не открылись. Экшен начинается с господина Аккордеона, Колонозавр уничтожает выход скотов Аккордеон, ой, немцы, просто какая мясорубка здесь, без шансов, Датчане урабатывают, Шампур, Шампур, Трейс, Шампур, нет, не будет шашлыка, Трабли остается живой, ну и запирает себя в двери, как Карлсон, который живет на крыше и Колон добивает все-таки Трабли. Не увидели мы ножа, но 10-6 уже говорят сами за себя. Ну и все, первой пистолетки нету, шансы есть, конечно, здесь у Альтернент Атакс отыграться с такого счета, ну мы разное видели в Counter-Strike, да, за столько времени его существования мы видели нереальное количество раундов, где команды разворачивали, там, не знаю, во второй половине в свою пользу со счета 11-4, там, да, 12-3, 13-2. Игра ставится на паузу и идет геймпендинг. Видимо, что-то произошло. Если я, да, тут ворвался какой-то непонятный чувак на сервер, сейчас его будут, по-моему, банить или кикать. Вот, есть мнение, что немцы тут не проиграют, они просто фору дают. Ну, да, отличная у них просто фора здесь, ну, нереальная. Надо хоть посмотреть, что это за тип, в общем. Дейзик тащи! Ну, господин, зачем же вы зашли на сервер? На самом деле, сервак найти несложно. Те, кто юзают ВТ, знают прекрасно, где-то находятся. Так, ну что, кикнули этого типа? Опс. А, это дилей, лол, будет рестарт. Будет рестарт. Посмотрите, посмотрите на этого парня, друзья, он зашел, он всех ищет, его кикают, лол. Найс, пишет Трейс, но это, конечно, угар. Это угар, друзья. FFS пишет Аркадион, но рестартов уже не будет. Let's replicate the gun round. same frags. Ну что, пошли рестарты. Пошли рестарты, друзья, и это вармап. Это вармап. Опять, по-моему, будет 9-10, надо сейчас спросить. 9-6, вернее. сейчас мне скажут, как будут играться, точно. Написал я судье. сейчас я спрашиваю про пистолетку. А, ну да, все, все, все правильно, Трейс написал. Они просто сейчас, короче, тема в том, что они сейчас просто сыграют ту же пистолетку, как бы, но после рестартов, ну и сделают просто те же самые минусы, что колончик убьет. Давайте посмотрим сейчас на этом. А, да, это какой-то тип с ЛКСа, вот дают сейчас просто его, дают о нем инфу. Парень помешал просто всем посмотреть стрим, наверное. Вот так все хорошо начиналось. Ладно, ждем рестарта, сейчас будут убивать, в принципе, по той же схеме, просто пойдут, постреляются в пистолетках, это условие, и после этого, конечно же, все будет огонь. Вот так, у меня тут вот администраторы на моей странице развлекаются со зрителями, сейчас, как я понимаю, там. Жестяк творится. Пусть он даст друзьям IP. Да нет, там сервер просто сейчас залощит, если будет доз, пойдет просто на другой. Вот все равно, давайте, кстати, обратим внимание сразу на пинг. Смотрим, друзья. Вот дезик тащи, который ворвался, у него был пинг 34, но шел к успеху парень, ничего не поделать. Кстати, запомните вот эту всю статистику, можете ее еще щелкнуть, потому что ее предстоит нам сбрасывать. Мы ее сбрасываем и смотрим пинг. Ну, мы увидим только за вторую половину полный результат. Пинг, трабли 20, тикса 16, 19, романер, капио 23, 10, апрекс, удачан 38, 41, 22, 30. Они что, из-за пинга на 10 меньше повелись и чуть не разосрали, чтобы разыгрывать? Ну, что за беда, что за беспредел, что за безобразие? Беда какая-то. Ладно, ждем решения с судей. Слэм, ты любишь сладкий буболех? Да, это зачетный фильм. Это зачетный фильм, зачетный там юмор. Ну, я думаю, сладкий буболех сейчас не помешает команде Израэль, потому что им нужно взять несколько раундов. А поэтому, ну, сделать пару причесок. Ладно, все, даются рестарты, друзья. Давайте смотреть сейчас над этим издевательством. Да, все, боевой рестарт. И все пошли сейчас на мидл. Нет, все-таки не боевой рестарт, просто рестарт. Там еще с кальтами остались игроки. Колон начинает прикалываться, пока что на респауне. Но в любом случае, нам отсюда никуда не деться. Мы будем ждать завершения этого трагического, эпичного просто противостоя... противостои... Мне уже не выговорить, если честно. Никаких слов. Так, это была первая часть. Да, друзья, это была первая часть ключа. Вторая часть ключа чуть попозже. Перед матчем Moscow 5. Вернее, после, в перерыве в перерыве между сторонами в матче Moscow 5 против Annexys. А последняя часть будет, разумеется, на последнем, на последней встрече это будут Керча. Но здесь пока что все еще ничего не происходит. Ну как же так? Почитаю тогда я ваши комментарии. Так, Авенгер, за что ты там банишь? У нас вопрос к админу. Так, что же здесь дальше писали? Дезик испортил гейм. Да ничего не испортил, ворвался. Раньше, на самом деле, это называлось просто... на Браблее. Как делалось? По-человечески просто. Искали IP, а потом заходили туда с никами Браблее Атаки и давили, 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 давили. Раньше это было веселее. Во-первых, раньше не было трансляции, это раз, ну и два, раньше все смотрели ХЛТВ. Да, я просто помню момент, когда на ХЛТВ там что-то 18 тысяч человек, туда заходит парень с ником Браблее Атаки, заходит за Т, убивает Фореста, ДСНа и Арчи, и выходит. Вот это прикольно. Правда прикольно. Ладно, ну что, здесь купили все то же самое, все сделали то же самое, стреляться, давайте смотреть за колонном, потому что он будет убивать. Ну это как бы типа реанимация пистолетного раунда после рестарта. Все по тем же фрагам, по той же системе, те же гранаты, тоже димейдж, что пытаются дать. Ну и последнего, наверное, Трабли. Ну вот он ждет своей участи. Кто ж его там должен был убить по логу, надо было посмотреть. А, они еще по времени просто, походу, выжидают. А, Трабли думает. Вот, все убивает он Акордеона в конце. Ну еще раз, рестарты, странно. По-моему, они там все не так сделали, как нужно было. И снова встали. Вот фигово, конечно, то, что здесь чаты, не видно, о чем они говорят, потому что если они условились на этом, то все окей. Зачем это делать? Ну как бы было минус два на 2-й сном раунде, да, у Израэль, то есть к ним ворвался неадекват. Это раз. И два, пистолетку они уже выиграли, и пистолетный раунд просто по этой схеме переиграл. Ну, пистолетный раунд, они не переигрываются во второй половине. Только если там до 3-го раунда в начале матча, то можно переиграть. Если там были какие-то крэши, выкиды с интернета, так, лагануло быстро ХЛТВ. Ну и смотрим, тикса последний, все-таки остался не трабли, и... Все, минус от Xyrex. Все, контр-террорист 10-6, друзья. Все, have fun, guys, с этого счета мы продолжаем наблюдать за встречей, с этого момента вернее, да, с этой разборной пистолетки. Ну и сейчас нас ожидает с вами... Ну да, неадекват, дейзик испортил просто все, нам весь просмотр бывает. Но ничего страшного. Все, дальше смотрим. Ну что, здесь сейчас девайсы будут от атакс, от атакс будет 2 эко, то есть они сейчас здесь берут деглы. Кстати, до этого они играли практически так же, тоже брали деглы, но может быть там где-то что-то переделали. Ну, это можно забить. Капи от Xyrex, проход по коридорам, здесь, как видим, будут разыгрывать свои деглы очень-очень серьезно. Не, просто по тем деньгам там поняли схему закупа, там были фамасы, там на самом деле было не 4, давай, а всего лишь 3, один фамас. То есть, ну да, 4, но фамас это такое. То есть, можно с него стрелять, не можно, и был один дегл. В итоге здесь мы видим колону, который будет копить на ВП, Аккордеон сейчас выцепляет у нас перемычку, в перемычке еще есть трабли, ну, он может постреляться, но я думаю, он быстро схватит здесь. Просто от Аркаши готовится выход со скрипа, и на А принимать будет Xyrex, дает ему про скрип, дает сразу сюда гранату, там тем временем Аркаша проходит в плент, слышит вновь скрип, он открывается-закрывается, и... М5 аннексис последняя игра, нет, не последняя, там еще потом будут развлекаться керчнет с немцами. Итак, Аккордеон минус Кэпио, пересделка очень-очень спокойная, в пользу датского коллектива, как видим, 11-6. Ну и сейчас, походу, будут пистолеты. Опять от немцев, деглы не сработали. Лучше бы, конечно, некой сыграли, начали с девайсами играть. Ну, ребята, сейчас заряжены, в любом случае, и, возможно, получится. Получится, может, на глоках сделать хотя бы минус 2. Но с девайсным раундом им нужно реально обретать форму, открывать второе дыхание. Потому что терпят они вообще катастрофически. И, кстати, те, кто смотрит запись трансляции, я очень-очень сильно извиняюсь за то, что вам пришлось ее промотать. Ну, а тут пока что Ксэрекс, Аккордеон, там приемка... Во! Ну, я же говорил, да, смотрите, собрались всей Германии, вложили силы в Эпрокса. Он дал целый фраг, 12-6. Ну что, Израиль имеет сейчас у нас разрыв, друзья, в 6 раундов. Это весьма суровый, весьма суровый и серьезный разрыв. Хорошее преимущество они обретают. Посмотрим, что теперь будут делать немцы в этой ситуации. Может все развернуться в их пользу, если они, конечно, примут ряд правильных решений и сыграют какие-то раунды с удачей. С удачей. Если будет удача, это будет все. Здесь пока, как видим, аккордеон, его друг, с ником, который я опять забыл, спускается в каналки, укрепление идет в Дэм, здесь готовится выход коты, два человека первые проходят, ближний стрейф, дальний стрейф, третий флэш, четвертый будет давать флэшку, скорее всего, на плент, либо развернется, кэпи в этот момент все еще в коридорах. Да, вот она пошла, флэшечка в плент, потом должна быть еще одна флэш на дальний мидл влететь, но только после того, как трабли сможет пробиться здесь в точку и пытаются играть без подсадки, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, 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 все, нет, сыграли без подсадки, все, трабли в пленте, теперь надо изолировать мидл, здесь пока что один дым всего лишь лежит, врача не играют небольшую смену по позициям, но немцы уже знают, что там было два в каналке, в спину было не зайти, 5-5 вбивание, а тут лишь минус, куча-куча, весь плент просто белый, как я понимаю, раскидку вот мы не просмотрели, еще влетают раскидки, Эпракс тикса, вообще вот Эпракс белый стоял, дал минус, рифлайн спрей, трабли, фраг, трабли, минус трейс и 3 в 0, в принципе, сыграли, красавцы, не дали датчанам выбить точку, это уже 12-7, сейчас немцы будут пытаться тащить, что в принципе логично, а в их ситуации крайне нужно, посмотрим, на последние деньги датчан, если сейчас не берут, то экономика у них падает, ну не особо сильно, там они смогут фамасу купить, но я думаю, по желанию это все будет делаться, а с учетом того, что у них есть какое-то преимущество, им предпочтительно играть там макараунды безопасные, то есть не нужно там покупать деглы, ничего, лучше денег поэкономить и на девайсах укладываться, преимущество уже есть и совсем чуть-чуть просто остается, и так, мы продолжаем с вами смотреть, и видим пока что наработку от Эпракс, составляни вдвоем будут открываться на катах первые, Романер вот сейчас только-только стягивается со второго, вернее они меняются с Кэпио позициями, ну и выход на Ксайркса, минус, ох, то есть стал размена, ВП по центру, Аккордеон вот теперь есть справа, вот это бонус в Аккордеоне, он сейчас будет здесь просто выходить в пуш, да, дал одну флэш, вышел, открылся, пусто, со скрипа никого нету, Кэпио будет выходить мидл, вот первый раз я вижу от немцев такую атаку с Кэпио по мидлу, это уже интересно, если кто-то там просвистнет, будет тяжело, Аккордеон прыжок, минус один, спрей в тушку попадает, очень-очень он жестко по тикса, и Роману 36 кп, 37, открытие плэн, Туркиш выходит, не прощает, Аккордеона забирает Роман, размена, и Кэпио вот должен, должен здесь поспешить, чтобы открыться, а Колон его ждет с мидла, потому что не было никого со скрипа, вот если бы сейчас скрипнула дверь, ситуация бы могла поменяться, Туркиш минусует, мидл, и остается Роман Эр, 6 кп, его здесь просто Колон не прощает, ну я думаю, здесь Роман Эр даже не уявился, то что тут два дыма лежало, и Колон убил, 7-13, три раунда, нужно взять до матчпоинта команде Израэль, и Колон делает, делает действительно свое дело, альтернет атакс, пока, ну негодует, явно негодует, явно тяжело ребятам, но вот то, что датчане здесь сыграли с таким счетом против Израэль, говорит нам о том, что Керчам стоит основательно пересмотреть, наверное, свои, если они думали, что альтернет крепкие парни, то Израэль здесь доказали, что нифига не крепкие, а вот Керчам и Редам доказали, что перекреши, они еще те, ну что, здесь прием глоков, как бы, 14-го раунда не хватает для полного счастья израилетянам в здании, и у нас последний, как видим, произошел от вот этого человечка, Ладно, ну что, сейчас будет играться девайсный раунд, он в принципе ключевой здесь для датского дефенса, если они его берут, разумеется, у них 15 очков, останется дотащить последний, если они его берут и не дают ставить бомбу альтернет Атакс, но на следующий раунд у Атакс просто нет денег, они купят Галилы, либо Деглы, либо вообще взорвут себя сами на респауне с гранатами, кстати, никто так не делал, все боролись до конца, ну и Колон, идет в пуш, Колон идет в атаку, я хочу на это посмотреть, два дыма лежит, ну что, остановит ли датского игрока два дыма, ну вообще ни капельки, просто минус тиксов, все, просто минус тиксов, теперь просто, не, немцы, наверное, думают, что у нас за дым, еще один дым ложится, по-моему, знаете, Колон не убивает в спину, Колон не убивает в упоре, Колон убивает только через дым, почему, я не знаю, может быть дым в контр-страйке разрабатывал Колон, но еще один фраг от Колончика и колонизация пока происходит успешно, ой-ой-ой, Роман, 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 чекни, 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 лево, стоял, стоял, чувак, в итоге Роман с ящика разыгрывает врыв, ну минус это Кордиона с подсадки, тут пошла полная контра, упал в треугольник, все, пошел дым бомба и Колон просто дайвит Эпперекс, безумный просто, парень вообще нереальный, он просто нереальный, 15-7, после первой половины 9-6, то есть атак здесь даже и в атаке не смогли атаковать, а надо бы было, надо бы было, друзья, ну что, последний раунд надо взять, у немцев нет денег, тут вот калаш Кепио купил, но бомба встала, в этом весь сюрприз, поэтому на Галилы хватило, может даже флэш какая-то будет, ну и рывок отчаяния, для атак, они в принципе могут его сделать, если, сыграют как-нибудь с Медлом, ну вот сейчас судя, глядя на их тускан, я думаю, что они на нем не особо хороши, но темные карты опять же, эти парни не играют, вот это даст два точно, с ними опасно, а вот Москва 5, кстати, когда будут играть с Анахис, скорее всего, там будет карта Мираж, вот что я готов сказать, нет, я не видел еще на Халти Ворк Инфы, но если там они уже черкали, то если там Мираж, то это, мне просто это Блойд рассказывал, что скорее всего, именно там будет Мираж, он мне даже там дал четкий расклад, он просто знает, кто что черкает в последнее время, ладно, ну что, Кэпио последний, остался с Калашом, выход героя, 16-7, друзья, ура, Израиль одерживает победу, в принципе, дачане здесь даже не особо сильно, не постарались что-то сделать, но я пока что вам напомню, что вторая часть ключа по Доте 2, будет выложена вот здесь, на стенке, на этой странице, поэтому подписывайтесь смело, я с вами не прощаюсь, оставайтесь с нами, через несколько минут будет встреча, такой команды, как Moscow Five, и такой команды, как Annexys, очень интригующая, надеюсь, Россия сейчас будет болеть вся за М5. Субтитры сделал DimaTorzok